издавна ель наделяли мистическими свойствами она была и символом бессмертия и символом возрождения ну естественно немножко перекочевала и на наши садовые участки собственно существует много разных видов ели какие это ели как за ними ухаживать как выбрать посадочный материал сегодня мы об этом узнаем сегодня мы поговорим только о двух видах это о еле европейской или обыкновенной и о еле сизой ну или как еще называют голубую собственно сложно себе представить какое-то административное здание или памятник ленина чтобы он был мне не был обсажен такими замечательными красавицами почему это делают не столько даже из-за красоты конечно смотрите какие замечательные лапы самом центре города но одна особенность собственно является определяющей для городского зеленения сизые ели или ели голубые они устойчивы к загрязнению воздуха и запыленности благодаря вот этому вот собственно беловатому налету который находится на хвое собственно если даже потереть ее то видно что она этот налет сходит то есть а там собственно зеленые хвоя другие бы например хроники давно бы уже таких условиях погибли теперь пару слов о сортах собственно ели голубой ли ели колючий как и еще могут называть чаще всего встречается в садовых центрах садов магазинах это ель колючая глаука или глаука как правильно называть то есть это как правило достаточно высокая в перспективе дерево то есть метров 20 вымахает с ярко-голубой окраской хвои очень декоративная и еще такой сорт как глаука глобоза в отличие от обычной глауки тоже маленькая с медленным приростом кстати все ели колючий достаточно медленно растут ну вот например глаука глобоза она буквально метра четыре вырастет лучшем случае и все то есть это нитки медленно-медленно-медленно растущие деревце часто мы покупаем в садовом центре красавицу обрастает вот это из-за чего это происходит в данном случае у колючих елей ну во первых давайте посмотрим что происходит вы смотрите вот голубые здесь только кончики вот тут все зеленое окрас уже собственно самый декоративный самый смак он уже все потерян из-за чего это происходит тут может быть две причины может быть конечно магния например не хватает микроэлементов ну вот на наших почвах это маловероятно а вторая причина это недостаток света и действительно смотрите тут собственно день на дворе а тут потемки говоря по-русски ели колубы ели колючие особенно сорт этот глаука а требователь к освещению то есть вы например хотите елочку себе сразу прикиньте на какое место вы сможете ее посадить это никакие чтобы тени от домов от других деревьев ничего не было иначе получите вот эту красоту также здесь еще очень видна сильно такая проблема как вот собственно сыпание хвои видите вот лысые побеги или на кончиках только такие страшные ершики тоже из-за чего это все происходит ну понятно это все-таки улица это центр города не ухаживать особо-то некому и вот если здесь посмотреть если залезть трамвокронов то вот они типа мутовки между узле и вот отсюда растут такие вот побеги их тут достаточно много дерево здесь загущено из-за этого собственно нет движения воздуха опять же не хватает света и в конечном итоге хвоя просто напросто осыпается чтобы вы ель была очень красивая чтобы лапы были действительно лапами которые закрывали бы полностью круг ели необходимо вот это все между узлами двумя вот эти все веточки все удалять тогда будет и движение воздуха лапы будут хорошо освещаться и вы достаточные света и и питание но не будет тянуться туда также около 8 примерно лап максимум можно оставить на одном вот этом кольце тогда они будут действительно крупные и красивые и вот этот сизый налет будет на протяжении всей лапы то есть вот эти два момента еще раз то есть садить хорошо освещенное место голубые ели в частности и удали вычищать все что вот между вот этими вот узлами находится еще один важный момент чтобы подобных облысений не было необходимо понимать что дерево достаточно разлапистое и если вы хотите посадить ну какую-то аллейку или группу 5 хвойников не надо их теснить друг с другом не надо все это ляпать конечно поначалу это красиво но в конечном итоге дерево рано или поздно все равно вырастет если лапы будут касаться друг друга они тоже начнут лысеть это же будет потеря окраса еще хотел бы рассказать об одном виде ели это ель обыкновенная или ель европейская собственно вот она у нас представлена также в центре города что говорит о том что ну не до такой степени как конечно как колючая но тоже в принципе достаточно выносливо к неблагоприятным экологическим условиям что касаемо особенностей данного вида в отличие вот например от колючей ели вот кстати она здесь рядом растет можно даже сравнить вот это и это ель обыкновенная имеют более поникающие побеги вот они вниз конечно сначала они тоже растут достаточно вертикально постепенно с возрастом начинает сникать также хвоя немножко другая здесь не зря назвали ее колючий она действительно очень сильно полица тут хвоя довольно мягкая то есть вот я ее беру нормально допустим вы купили саженец какой-нибудь ели обыкновенной или ели колючий что с ним делать как посадить правильно во первых помним почва должна быть хотя бы слабо кислой реакции то есть необходимо ее как-то подписать поскольку у нас уже начинается либо нейтральные либо даже слабо щелочные реакции почему-то в тагиле можно собрать немножко хвойного опада а вот этот перепревший хвои которая собственно под стилке лесной находится то есть это все мы в мешок и на свой удачный участок и дальше мы уже примешиваем эту землю землей которая у нас находится в вашем саду в идеале еще было бы очень хорошо немножко засыпать туда дренажа теперь распро дренаж начали относительно полива после посадки обязательно необходимо очень обильно пролить но не залить особенно на тяжелых почвах то есть корешочки наши хвойников очень чувствительны перед пересыхание поэтому допускать этого категорически нельзя к тому же немножко пару слов о выборе растений тоже необходимо обращать внимание чтобы корни не пересыхали поскольку если они пересохли растение может вообще не прижиться даже если она внешне выглядит достаточно жив живо поскольку вспомнить хотя бы новый год растение срублено без корневой системы но она зеленая кажется совершенно живым после посадки помимо поливов необходимо дальше первое время опрыскивать растения поскольку могут подсыхать точки и роста вот эти вот кончики собственно побегов особенно если вот сама макушка пересохнет будет не очень хорошо растение может саженец или погибнуть совершенно или в конечном счете приобрести уродские форму то есть был у нас например один ровный стволик а вышел пучок страшных много разных пивых будет как все хвойники ели боятся особенно в начале жизни своей особенно после пересадки первые несколько зимовок боятся весеннего солнышка то есть они могут обгорать как и те же наши туи или можжевельники поэтому нам необходимо все-таки первые пару лет хотя бы пока не разовьется достаточно сильная корневая система деревце от весеннего солнца и весеннего ветра укрыть